доброго времени суток сегодня мы начинаем файнал фэнтези 8 проходить для любителей японских рпг я думаю что ничего нового не будет тем более что игра вышла в 1999 году а Продолжение следует... 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 Доброе утро, класс! Давайте начнем сегодняшние занятия. Похоже, были кое-какие слухи, которые начались еще вчера. И да, полевой экзамен на кандидаты в СИД начнется сегодня после полудня. Те, кто не принимают в нем участия и те, кто провалили тест на прошлой неделе, должны будут остаться здесь в классе. Участники полевого экзамена свободны до начала экзамена. Пожалуйста, удостоверьтесь, что вы в хорошей форме. Встречаемся в холле в 16.00. Я объявлю о назначении в команды. Участники полевого экзамена. Участники полевого экзамена. И так, управление переходит непосредственно к нам. И можно кое-какими вещами разобраться. Сейчас бы вспомнить немножечко. Управление с клавиатурой. То есть, игра была портирована на персональный компьютер. Первоначально она выходила под PlayStation 1. Поэтому управление немножко изменяется. Отличается от того, к которому я привык. Итак, первое меню, в которое мы попадаем, это общее меню всей команды. Здесь есть места для трех человек. В данный момент у нас только сквол. То есть, это наша боевая команда, в которой мы будем путешествовать. Первое меню называется меню слияния, Junction. Но так как у нас пока нет защитников, то задействовать мы его не можем. Следующее меню, это меню предметов. Здесь у нас есть возможность, ну, сколько, 16, 18 страниц. 18 страниц под предметы у нас отведено. На данный момент у нас есть небольшое зелье лечения, которое восстанавливает 200 хп здоровья. Phoenix Down, то есть, скажем так, оживляет персонажа. Лечение, которое снимает статусы различные, как, например, глухота, слепота и прочие вещи. Ну и палатка, которая полностью восстанавливает все статусы, то есть, убирает ненормальные статусы и восстанавливает хп всем участникам группы. Собственно, нам пока все это не нужно, то есть, можно перераспределить вручную, можно отсортировать автоматически, можно отсортировать для использования в битве. Следующее меню, меню магии, давайте зайдем. Здесь все достаточно просто, но на данный момент у нас нет абсолютно никакой магии. В процессе мы ее будем добывать. Магия получается разными путями. Мы вытягиваем ее из монстров наиболее часто. Есть точки магии, откуда можно изъять достаточно небольшое количество, от единицы до 9-10. Вряд ли больше единиц магии. И магию можно получить из других предметов. Так, ну вот можно обменяться магией, да, вот неактивные пункты меню. То есть, активные использовать, но нам нечего пока использовать. Следующий пункт Exchange – это обмен магией. All – отдать всю магию или забрать всю магию, в зависимости от того, что мы выберем. Rearrange – перераспределить магию согласно определенному образу. То есть, можно вручную перераспределить. Распределить так, чтобы атака восстановления и непрямое использование магии было. Ну и, собственно, дальше варианты того, что я перечислил. Следующий пункт меню – это меню статуса. Статус персонажа – достаточно важная вещь. Текущий персонаж – сквол, уровень седьмой. Мы не начинаем, кому-то может показаться странным, с первого уровня. Мы начинаем сразу с седьмого уровня. Дело в том, что сквол, да и другие участники будут являться, почти все, будут являться кадетами различных садов. Сад – это, скажем так, школа, лицей военный, где они проходят специальное обучение. Ну и сквол у нас умудрился дорасти до уровня седьмого. Количество хп – 486. Текущий опыт – 6500 единиц. До следующего уровня ему не хватает всего 500 единиц. В отличие от других японских RPG, большинства, скажем, японских RPG, где разница между уровнями вначале небольшая, но с каждым уровнем она увеличивается. Final Fantasy VIII отличается тем, что здесь фиксированный уровень, то есть фиксированное количество экспириенса, которое нужно, чтобы поднять уровень. Это всего 1000 единиц. Ну и дальше у нас сила, живучесть, магия, дух, скорость, удача, процент попадания и прочее, и прочее. Итак, Guardian Force меню или меню защитника, стража, как хотите. Проще было бы называть его GF, сокращенно, как он здесь у нас значится. У нас пока нет ни одного стража, но это ненадолго. Мы можем использовать способности стража, мы можем переключаться между членами команды. В игре предусмотрена мини-игра в карты. У нас на текущий момент карт нету, но мы видим здесь есть 10 страниц, отведенных под карты. Меню конфигурации, конфигурация контроллера. Ну, так как я играю не с контроллера, а с клавиатуры, то я пока оставлю в текущем положении. Возможно, в процессе прохождения я подключу контроллер, если мне будет с клавиатурой сильно неудобно. Ну, потому что все-таки игра была заточена именно под контроллер для PlayStation. Расположение курсора, вот это единственное, что я, пожалуй, на текущий момент поменяю. Нет, и еще один момент, это ATB, Active Time Battle, да, то есть активное течение времени во время битвы, с тем, чтобы, как бы, заполнение полоски хода не останавливалось, пока ходит один из персонажей. У других оно в категории Active, оно будет расти. Если мы оставим Wait, то битвы будут немножко затягиваться. Ну, сканирование нам нафиг не нужно, то есть стоит одиночное сканирование и постоянное сканирование. Одиночного, в принципе, вполне хватит. Движение камеры, я думаю, что мы оставим так, как есть. Скорость пока не будем трогать. Скорость сообщений поменяем. Ну, и, собственно, единственное, что я хотел бы поменять, это все-таки звучок. Меня немножко напрягает. Ну, пусть будет вот так. Титурилл, иначе говоря, обучающее меню. Здесь боевые операции, можно посмотреть. Ну, с этими вещами, я думаю, мы потом познакомимся, так, чтобы не затягивать все это дело. И последний пункт главного меню – это меню сохранения. Сохраняться здесь можно либо на карте мира, либо в точках специальных для сохранения. Итак, первое, что мы сделаем, пожалуй, это возьмем себе 2GF, подключаемся к компьютеру, входим в локальную сеть. Тот пункт, который нам требуется, он как бы обозначен значком «Новый». Титурилл – обучение. Итак, поиск GF, данных по GF для сквола. И, да, они найдены. Есть два Guardian Forces. Первый – Куизз Куатл. По-русски, наверное, более привычно будет Кецалькуатль. Подтверждаем. Я не буду менять имена. И второй GF – это Шива. Ну, собственно, Шива. Если знакомы с классической индийской культурой, я думаю, что для вас не будет ничем новым это имя, которое, в принципе, вам должно быть известно. Итак, мы закончили, получили двух GF. И теперь мы можем двигаться. Но до того, как все-таки мы начнем это дело, вот у нас стало активное меню GF. И мы можем непосредственно выбрать… Это список того, что может изучать непосредственно сам GF. И первое, что я выберу – это молния… Получение магии молнии и ветра из вещи. Так. И для Шивы, наверное, выберем такую же вещь – это получение магии воды или огня из вещи. Теперь у нас стало активным меню Junction, меню слияния. И можно, в принципе, добавить… Ну, я бы добавил квизокотлов, потому что на начальном этапе нам нужна немножечко магия. Она нам слегка понадобится. Что касается духа, ну, в принципе, не обязательно. Итак, мы можем использовать в меню атаки, помимо обычной физической атаки, вызов GF. Можем использовать магию, но пока у нас ее нет смысла ставить, ее отсутствует. Можем использовать предмет и замечательный пункт меню – Draw Magic – вытягивание магии из монстра. Собственно, это вот все, что я хотел сделать на текущий момент. Давайте пойдем все-таки. Квистис ждет, да и не настолько интересно разбираться с пунктами меню. Квистис, сквол, ты еще не был в пещере огня, правда же? Ты не сможешь принять участие в сегодняшнем экзамене на Сида, если не пройдешь ее. Немножко другим цветом появляется сообщение. Это означает, что, собственно, сквол сам не говорит, а просто это его внутренние мысли. Я как бы собирался пройти ее утром, но сейфером. Хм, у тебя есть какие-то оправдания? На самом деле нет. Ну, тогда пойдем, пройдем эту пещерку. Если ты не уверен в своих знаниях, можешь оживить их, собственно, на своем учебном месте. Я буду ждать у центральных ворот, так что спускайся, как только будешь готов. Ну и, собственно, к панели знаний можно получить со своего учебного места то, что мы только что сделали. Итак. Беда, в общем, большинства японских RPG в том, что есть достаточно сложное меню управления персонажем, где масса закладок и масса всяких интересных штучек. Итак, в нас только что врубилась девушка. Сквол сам по себе нелюдимый человек, и обычно, отыгрывая, собственно, персонажей, я как бы стараюсь избегать лишних диалогов, но не в этот раз. Итак, с тобой все в порядке? Ух ты! Да-да, я в порядке. Извини, я немножко спешила. И да, слушай, ты не из того класса вот сейчас идешь? И, кстати, лекция уже закончилась, да? О, нет! Это место настолько больше, чем мой прежний сад. Ох-ох-ох. Меня только что перевели сюда. Как ты думаешь, ты не мог бы провести для меня небольшую экскурсию по саду? Варианты, да, конечно, мог, и у меня нет на это времени. Но, учитывая тот факт, что я буду достаточно много объяснять, да. Конечно, проведем экскурсию. Уху! Прикольно. Давай пойдем. Нам нужно сесть на лифт, спуститься на первый этаж, выйти в холл. И, собственно, там я тебе покажу управление, через которое можно попадать в отдельные части сада. Но до того, как мы спустимся туда, нам нужно еще переговорить с персонажем. Окей, не хочешь взять вот это? Мой брат дал мне эти карты, но, честно говоря, они мне не очень нужны. Если хочешь, можешь взять их. Что? Как играть в карты? Ну, я думаю, что лучшее объяснение по карточной игре ты найдешь в тьюториале. Я не очень много знаю об этом, правда. Но, если ты хочешь поиграть с кем-то в карты, то подойди к нему и нажми буковку С. И запомни, что не каждый человек играет в карты. Да, и, кстати, если ты собираешься бросить вызов мне, то я не играю. Мы получили 7 карт. Ну, позже, немножко позже, да, я покажу, собственно, как организована игра. Какие карты, каковы правила этой игры и прочее. Итак, мы спускаемся на лифте на первый этаж. И вот попадаем в это директория. Попадаем непосредственно в директорию. Сейчас краткое объяснение. Итак, ну, давай посмотрим. Сад Баламп. Баламп достаточно большой. И, в общем, хорошая идея установить здесь направление и выбрать его, куда ты собираешься пойти. Ну, так, вопрос от девушки. У меня есть вопрос. Как пользоваться этой штукой? Ну, наводишь на раздел, нажимаешь, собственно, X, чтобы выбрать и перемещаешься туда. Сейчас небольшое объяснение по различным частям сада. Да, сэр? Ну, вот, прямо если смотреть на непосредственно именно в ту сторону, в которую мы сейчас смотрим, да, то ты найдешь общежитие. Оно строго на севере. Большинство студентов живут в своих комнатах в общаге. Совершенно небольшое количество студентов, которые приезжают сюда. А, ну да, я тоже в общежитии живу. Ты там можешь отдохнуть и переодеться, если захочешь. На западе от северного блока находится кафетерия. Там всегда большая толпа за хот-догами, поэтому потратишь какое-то время в ожидании в очереди. Ясно. На востоке от северного блока находится парковка. Мы обычно используем машины, когда отправляемся на определенные миссии. Передние ворота находятся на юге. И да, кстати, мне же нужно встретиться с инструктором Квистис Трип перед воротами. Хм, что такое? Да нет, ничего. Следующее это код. Расположен в западном блоке. Типа сад, где происходит выступление. Там происходят различные события, типа выступления, концертные встречи и прочее. А, знаю, знаю. Там состоится фестиваль сада. Должно быть, это будет замечательно. Я планирую поучаствовать в комитете. Кстати, не хочешь тоже мне помочь? Слушай, давай пока продолжим. На юге от западного блока находится медицинский блок. Там, где вас лечат, если вы получаете ранения. Множество студентов туда приходят просто за советом. Как зовут доктора? Доктора зовут Кадаваки. Теперь восточный блок. Восточный блок это центр обучения или центр тренировок. Это единственный блок, который открыт ночью. Он используется для тренировок и там на самом деле водятся настоящие монстры. Поэтому будь осторожна. Если не воспримешь это всерьез, то можешь закончить тем, что погибнешь. Так что, внимание, еще раз внимание. Ух ты! Ладно. На юге от восточного блока находится библиотека. Там множество материалов, которые ты можешь посмотреть. Но терминалы в классной комнате, то есть в классе, мне кажется более эффективными. И да, как ты уже знаешь, классная комната находится на втором этаже. Да? Да, я помню, что там она и есть. Кстати, руководитель или офис директора находится на третьем этаже, но без разрешения ты туда не попадешь. Еще один вопрос. Как, собственно, зовут директора-то? Директора зовут Сид. Ну вот, собственно, и все. Есть еще какие-нибудь вопросы? Да нет. Все ясно. Эй, а сегодня же до экзамена Сида? Ну да. Ну тогда, может быть, мы увидимся позже. Я уже успела закончить обучение в моем предыдущем саду. И сегодня я прохожу экзамен на Сида тоже. Удачи нам обоим. Ага. Спасибо большое. Ну, собственно, мы добрались до первой точки записи. Она всегда выглядит таким образом. И повторюсь еще, на карте мира можно записываться в любом месте. Давайте сохранимся. Ну и я возьму небольшую паузу, наверное. Это было не так увлекательно, но это было необходимо для того, чтобы объяснить основные пункты меню. Вот. Так, что там? Сейфпойнт. Ага. Осталось выяснить. Да. Нужно зайти в меню, выбрать сейф, выбрать слот, на который мы будем сохраняться. И у меня здесь была уже одна сохраненочка. Ну вот, я перепишу ее, пожалуй. Ок. Возьму небольшую паузу и продолжим немножко позже. Только, только контакты. Продолжение следует...